Российские миротворцы вместе с карабахскими сепаратистами устраивают провокации против Азербайджана. Поэтому мы должны действовать жестче и призывать Россию соблюдать условия трехстороннего заявления по Карабаху. Об этом заявил в интервью «Канал 13» руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шагиноглу, комментируя провокационные демонстративные поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах. Напомним, что в минувшие дни министр иностранных дел Армении Араев Азян, воспользовавшись Латчинским коридором, прибыл в Ханкинде, где провел встречи с карабахскими сепаратистами. МИД Азербайджана среагировал на демарш Армении. Незаконный визит министра иностранных дел Армении Араев Азян в Карабахский регион Азербайджана и его встреча там с представителями сепаратистского режима. Подписание документов противоречит трехстороннему заявлению, принятому 10 ноября, и совершенно не соответствует установлению мира безопасности и сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лила Абдуллаева. По мнению Жельхана Шахиноглы, если официальная Москва не примет адекватные меры и провокационные действия Армении, на которые закрывают глаза российские миротворцы, продолжится, то Азербайджан даст необходимый ответ. Азербайджанские военнослужащие вместе с турецкими военными, которые прибудут в Агдам, должны начать антитеррористическую операцию в разных местах, а главное взять под контроль Лачинский коридор. Мы не можем позволить, чтобы Лачинский коридор находился только под контролем российских миротворцев, которые дают возможность карабахским сепаратистам и правительству Армении воспользоваться коридором в угодных им целях, подчеркнул азербайджанский политолог. Азербайджанская армия героически освободила много наших земель. Вошла в Карабах, Шушу, Гадрут, в некоторую часть Ходжаминской районы, но остается еще где-то 10-15 процентов территории, которые еще под контролем сепаратистов. И они устраивают вместе с российскими миротворцами разной провокацией против нашего государства. Поэтому мы должны действовать жестче, жестче и призвать Москву, чтобы она соблюдала резолюцию, заявление 10 ноября. Если этого не будет, то я думаю, что если даже не будет большой войны, то азербайджанская армия вместе с турецкими военнослужащими, которые прибудут на Днях Богдан, она должна начать антироссийскую операцию в разных местах и главное взять под контроль Лачинский коридор. Мы не можем оставить этот под контролем только российскими миротворцами, которые дают возможность использовать этот коридор сепаратистам и правительству Армении. Субтитры создавал DimaTorzok